СИА, ЧОЛАМ, ШУМБРАТ! Здравствуйте! С вами программа Фина Угория. Сегодня мы заглянем в костюмерную карельского ансамбля Кантеле, побываем на реконструкции настоящего боя и послушаем единственного рэпера, читающего на языке Манси. В Салихарде велосипедисты бросили вызов ямальской погоде. Любители покататься с ветерком решили, что мороз не повод томить дома своих железных коней. Само собой, к таким заездам необходимо готовиться. О тонкостях зимних велопрогулок в следующем сюжете. Едем, соблюдая все правила дорожного движения. Вначале подвигаемся до улицы Республики на светофоре, переходим дорогу и дальше едем до второй школы. Километровый маршрут построен, команда в сборе осталась подготовить велосипеды. Владимир Ребятков уверен, сделать это сможет каждый. В первую очередь нужно снять с велосипеда все пластиковые детали, чтобы они от мороза не поломались и не треснули. И тем более они не пригодятся в зимний период. Рекомендуем поменять смазку в задние втулки, в каретки и передние втулки. Это минимум, что нужно сделать. Бульдар Галимова еще летом решила найти себе компанию для велопрогулок. А сейчас в клубе состоит уже около полусотни ямальцев. Правда, зимой немногие готовы кататься в морозе. Рекорд велосипедистов заезд в минус 42 градуса. Однако бывают дни, даже когда самые стойкие спортсмены предпочитают оставаться дома. Когда сильный ветер. Была практика, когда был сильный ветер, мы пытались кататься. Хорошо, когда он дует сзади. Но когда он спереди или сбоку, например, меня просто сдувало. Я ехала, но мне сопротивляться было тяжело. В итоге ветер меня просто положил на сугроб. Это было, конечно, незабываемое ощущение, но здесь и по здоровью тоже, конечно, не рекомендуется. Зимние поездки от летних отличаются еще и тем, что тяжелее крутить педали и в целом управлять железным конем. Велосипедисты встречаются минимум раз в неделю. В клуб может попасть любой желающий. Бонус к хорошему настроению – значок для новичка. Большая реконструкция в Мордовии. Слет юных патриотов в Рузаевском районе завершился военно-костюмированным действом. Молодые люди смогли сами ощутить все тяготы, с которыми столкнулись воины Великой Отечественной, а также строители сурского рубежа. Ружейные выстрелы и победные крики разносились в селе Хованщина. В это морозное утро слет солдат Родины завершился яркой исторической реконструкцией. Бойцы и командиры поисковых и юноармейских отрядов собрались здесь, чтобы воссоздать картину 1941-го. В год 80-летия строительства оборонительных сурских рубежей, а также контрнаступления Красной армии под Москвой. Я не скажу, что это была большая реконструкция, но главное то, что сегодня ребята почувствовали, вот именно ту атмосферу, которая была в годы Великой Отечественной войны. По легенде реконструкции поступил приказ от Верховного главнокомандующего о начале контрнаступления Красной армии под Москвой. 1097-й стрелковый полк 326-й мордовской стрелковой дивизии со всей 10-й армии Юго-Западного фронта пошел наступление на врага. Сегодня нам предстоит сделать все, чтобы разгромить фашистскую гадину, отбросить ее от стен Кремля, столицы нашей Родины, города Москвы. Слет проходил в феврале. За это время участники военно-костюмированного действия успели подтянуть боевую подготовку, узнать историю рубежей, амуниции, оружия, чтобы они смогли как следует вжиться в роли и прочувствовать атмосферу тех лет. Когда на сурском рубеже в 41-м году наши бабушки, наши предки работали, когда было на улице холодно, холод доходил до 45 градусов. И сегодня участники почувствовали это и вошли в ту картину и показали для себя и для тех ребят, которые стояли смотрели этот эпизод. Подобная реконструкция в Рузаевке проводится в первый раз, но явно не последний. В этом уверены и участники, и организаторы. В Петрозаводском доме ремесел открылась выставка костюмов ансамбля Кантели. Жители республики любят коллектив за их песни, танцы и яркие образы. Но над костюмами мастера трудятся так же тщательно, как артисты над своими номерами. Сценическая одежда должна быть не только нарядной, но и удобной. Артисты не зря называют свой костюм второй кожей. Каждый комплект создается по индивидуальным меркам. Этот костюм сшили конкретно на меня, конечно же. Он стилизованный, с занежкой вышивкой. Является вот таким кадрильным девичьим костюмом. И он на вас как влитой, да, сидит? Да, да. Это на самом деле мой самый любимый костюм из всех, которых есть в ансамбле Кантеля. При создании костюма учитывается и то, как его увидит зритель. Так мелкая вышивка не будет заметна из первых рядов. А сценическое освещение может сыграть злую шутку. Нужно учитывать, как будут работать ткани, потому что одно дело вот рядышком, и другое дело на сцене. Цвет ткани очень сильно меняется при театральном освещении. То есть могут быть такие неожиданности, если не знаешь вот эти законы, что потом сядешь, схватишься за голову, и как я могла это не учесть? Перед художником стоит непростая задача – адаптировать наряд для сцены, зрителя и самого артиста, не жертвуя достоверностью. Ведь национальный костюм – это история, и каждая деталь для практичных людей прошлого несла какой-то смысл. Например, сценическая обувь сохранила носки-крючки, на которые древние жители Севера крепили лыжи. Вот даже вот на этом костюме вы можете увидеть, что вроде вот вышивка, да, но символы отделки, они более увеличенные, более контрастные, да, что, казалось бы, при близком расстоянии, вроде как бы в народном костюме этого и нету. А если вы будете смотреть на этот костюм с большого расстояния, потому что все сценические костюмы рассчитаны на просмотр с 5-6 метров, тогда вы поймете, что все смотрится гармонично. Теперь появилась возможность рассмотреть костюмы вблизи. Можно будет взглянуть и на эскизы, по которым создавались наряды. Некоторым уже несколько десятков лет. Выставка «Ретроспектива» предлагает зрителю как новые, так и ставшие уже раритетными уборы. Алиса на марийском. В скором времени на марийском языке можно будет говорить с виртуальной Алисой. Сотрудники марийского НИИ языка и литературы имени Васильева создают новый голосовой помощник. Пока не уточняется, какое имя будет дано новому приложению, но доподлинно известно, что использовать разработку сможет любой желающий. Работа по обучению телефонов марийскому языку ведется в стенах Марийского национального института языка и литературы. Процесс небыстрый. Сначала нужно собрать десятки часов аудиобазы, учитывая все марийские диалекты, а уже затем переходить к разработке. «Любые голосовые помощники состоят из трех основных частей. Это синтезаторы речи, второе – распознавание речи, третий – элементы искусственного интеллекта. Мы только находимся на начальном пути, потому что в конце прошлого года мы решили начать создавать сначала синтезатор марийской речи. И дальше будем делать распознавание речи. В дальнейшем элементы искусственного интеллекта, если сделать, то тогда можно сделать голосовой помощник на марийском языке». Уже сейчас, благодаря стараниям сотрудников института, любой желающий может воспользоваться онлайн-переводчиком с русского на марийский и наоборот. Переведены социальные сети и мессенджеры. «Сейчас любой желающий для любой платформы, будь то macOS, для Windows, для Android, для iPhone, для iPad могут скачать это приложение. И сначала должен быть установлено приложение Telegram, а дальше перейти по ссылке, и интерфейс становится моментально марийским». По словам сотрудников института, их разработки можно будет использовать на различных сайтах и платформах для озвучивания текста. Это позволит пользоваться ресурсами и слабовидящим людям. Все эти шаги призваны не только популяризировать марийский язык, а еще и облегчить работу с телефоном для марийского говорящего населения. А в Мордовии, в Ковылкинской детской школе искусств, тоже работа кипит. Творческий процесс в разгаре. Здесь открыли новое отделение керамики. Этот подарок для ребят и их педагогов удалось реализовать благодаря гранту. Работать с керамикой для детской школы искусств Ковылкина в новинку. Первый мастер-класс по гончарному искусству для педагогов и их воспитанников провел преподаватель Мордовского педагогического университета Александр Русяев. Обязательно должен быть фартук, чтобы не попачкаться, инструменты определенные, карточка, водичка обязательно должна быть, стек, губка, чтобы обрабатывать изделие. Творили на этом мастер-классе все. Опытный наставник помогал освоиться с гончарным кругом, а ученики с азартом и легким волнением создавали свои первые работы. Занятие это трудоемкое, но интересное. Важны внимание к деталям и хороший инструмент. Свои работы начинающие мастера забрали на память. Мы понимаем, что впереди нас ждут трудности, возможно первые неудачи, но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Надо развиваться и двигаться вперед. Творческим ребятам такое занятие пришлось по вкусу. Стремление освоить что-то новое – их неотъемлемая черта. Так же, как и трудолюбие. Юные гончары настроены освоить это искусство как можно скорее. А значит, выставка работ местных мастеров не за горами. Музыкант Евгений Анямов исполняет рэп на родном мансийском языке. И тем уникален. Молодой человек только начинает музыкальную карьеру. Под псевдонимом Бизу продвигает свое творчество через соцсети и мечтает записать первый сольный альбом. Кумир мансийского рэпера Эминем когда-то был единственным белым в афроамериканском квартале. Евгений Анямов – единственный мансий среди рэперов. Кстати, Бизу в переводе на русский – странный. Ну, автора это обстоятельство совсем не смущает. Ведь это имя сделало его знаменитым. Я раньше вообще года 4-5, наверное, пытался читать как-то на русском, сочинял треки на русском. Потом мне дядька подошел, говорит, пробуй на мансийском. Я думаю, пробую, сочинил, короче, первый трек, очень короткий, минута 26. Я тогда слепил в телефоне клип, то есть это же не на компьютере, а так в телефоне как бы демо. Я, наверное, за двое суток набрал 25 тысяч просмотров. И меня показали на следующий день по телеканалу. Такое количество просмотров не вскружило голову молодому исполнителю. Он по-прежнему хочет сочинять на родном языке. В планах Евгения создать в сети интернет свой канал на мансийском языке. Сегодня со своими единомышленниками он записывает интервью, пытается делать новости. Но все же пока рэп на первом месте. В песнях Евгений Анямов рассказывает о жизни мансий, о своей деревне, о себе. Всего в копилке автора 13 треков. Недавно рэпер выпустил второй клип «Лильпи Ам». Переводится как «Я новый». Я раньше очень, когда маленький был, баловался, вредный очень был. И постоянно на меня жаловались. Если кто-то где-то что-то натворит, то всегда говорили, что это я. И вот я решил сочинить трек народу своему. Сказал, что я обещаю вам, я изменюсь, больше так не буду делать. И вы поймите, что я был маленьким, не думал. Сейчас я повзрослел. Попросил прощения в треке у них. И оценили, очень оценили. Оценила, мне понравилась, Татьяна Гоголева. Мне позвонила, говорит, очень хороший трек, очень такой со смыслом. Она, как бы, такой высокопоставленный человек, умный, образованный человек. И она знает мансийский лучше, чем я. Этой мансийской композицией мы завершаем нашу программу. Создавайте что-то новое, творите, сохраняйте свой родной язык и традиции. Уже на следующей неделе мы познакомим вас с новыми героями и расскажем о самых интересных новостях финно-угорского мира. До встречи, финно-угория! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова